Музыка Для классической окрошки необходим квас обязательно окрошечный Картофель вареный, редис, зелень, мясо отварное, ну или колбаса Огурцы и вареные же яйца, сметана для заправки, соль, перец Но я уверен, наши конкурсантки добавят что-то свое в рецепты Давайте посмотрим Итак, друзья, программа «Есть идея» вернулась в эфир! Здравствуйте! Да, у нас был небольшой перерыв И теперь мы выходим в новом формате И у нас теперь поющая идея Дело в том, что сегодня за этим прекрасным столом собрались три поющие девушки Я сейчас вам их представлю Номер первый, конкурсантка под номером один Наталья Патаракова Стол номер два Калинина Инна И ближе всего ко мне Тамара Вяткина Судить конкурс сегодня будут Ну, конечно же, повар, куда без него И на эту передачу мы пригласили повара, который олицетворяет собой говорящую часть поварской гильдии Надоел-то одно слово Надоел-то одно слово, но говорить умеет хорошо, представляете? Именно поэтому Артем Бухановский в нашей студии Для того, чтобы понимать, насколько правильно мы питаемся Мы каждый раз приглашаем диетолога И тот диетолог, который сегодня сидит здесь в студии Дама замечательная Главный врач клиники и восстановитель в студии Айдей Алик Буханова Есть еще один господин Он в рубашке Сидит в жюри Зовут Алексей Фамилия Ходусев Он является официальным региональным менеджером регион Западная Сибирь Марок Дилонги, Кенвуд и Браун Я все правильно сказал, Алексей? Все правильно Почему он оказался в нашем жюри? Дело в том, что мы сегодня готовим как раз на технике этой замечательной марки Кенвуд, английская компания, производитель бытовой кухонной техники Основан в 1947 году Верный помощник на кухне Красивый элемент интерьера и просто надежный инструмент для готовки Бытовые приборы смогут подчеркнуть изысканный вкус хозяина И облегчить ежедневные хлопоты по приготовлению еды Дизайн для жизни Ценность Кенвуд Секретный мой салат Идеальный ровный кубик Я бы не смог так нарезать, если бы не кухонная машина Кенвуд Сенс Почувствуй себя настоящим шиповаром с кухонной машины Кенвуд Сенс Друзья мои, и могу вас познакомить с главным призом, вы его видите, это как раз кухонная машина Она достанется тому, кто в этом конкурсе победит, девочки, есть за что стараться Ну что, с окрошкой познакомились В двух словах расскажите, в чем особенность каждого варианта, скажем так, вашей окрошки Чтобы судьи понимали, что нужно будет судить Наталья, начнем с тебя Минута у тебя для того, чтобы представить рецепт Окрошка Лук-порей Тонкий Тонкий Обязательно Не толстый Чтобы он был такой не очень острый, грубый вкус Курица, запеченная в духовке, с перцем, перец, соль Белковая составляющая Да, белковая Окрошка Картошка, запеченная в духовке, перец, сливочное масло В общем, в принципе, все запекается в духовке Ничего вареного не будет Редис Яйцо перепелиное Огурец Помидоры черри Огурец Куда без огурца-то? Какая же окошка без огурца? Укроп Немножко петрушки Ну и одна такая маленькая изюминка, наверное, будет Потом все догадаются сами А сметана? Сметана, конечно, только в это пожелание Мне нравится классический вариант окрошки Но в свой вариант, я думаю, что многие привыкли класть колбасу в окрошку Но я не ем колбасу вообще, поэтому предлагаю добавить туда мясо У меня говядина натуральная и язык, который я вчера всю нашварила Два мяса Два мяса Окрошка будет мясная Такое название номер два богатырская Такая вот мужская Я думаю, что любому мужу понравилась А также зелень, как это принято, огурцы, картофель, редис Я думаю, что редис обязательно составляющая Та самая резкая составляющая Да, окрошечки Потом будут желтки перетертые с солью Это уже заправка пошла Сметана и квас Ну, собственно, у меня тоже ничего такого необычного нету Просто она у меня будет все традиционные те же ингредиенты, которые мы обычно кладем У меня не будет она мясная Мы любим колбасу Как бы это вредно, может быть, сейчас уже не звучало Докторская проверенная такая колбаса Которая минимум там всяких добавок Мы тоже читаем состав Какой-то квас у тебя странный Это не квас, это айран Сегодня составляющая, чем буду заправлять Айран, немного горчицы И все это взбивается с желтками Вот, собственно И сметана будет? И сметана, конечно Да, кисломолочек И кисломолочек Мы любим кисломолочек Так, друзья К нашему жюри есть уже первое задание Вы выслушали рецепты Сможете хотя бы визуально, по крайней мере, оценить замысел каждого конкурсанта И выставить бал, посовещавшись, разумеется, между собой Были прения, скажем так, да, споры у нас Но мы все-таки определились Вот, мы бал отдадим, сейчас скажу кому Именно за оригинальность, да И именно почему Это давайте вот один апельсин у нас участнику номер один Вот, это вот не я, один Это вот участник номер один Болгайбал за оригинальность рецепта Уважаемые телезрители, прежде всего обращаюсь к вам, потом к девушкам Сейчас будет нечто Мы решили, что это будет все-таки поющая идея Именно поэтому приготовили, ну, скажем так, небольшие сольные номера Мы назвали их визитки И наши конкурсантки сейчас себя заявят И светил и чист, как белый лист, рождается в сотый раз Снова на сцену выходит артист Под пулей зрительских глаз Ногой, как дитя, наиве, но жив Открыт под прицельный огонь Песни его миллиарды молитв И снова рождается он Звучи, 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 натянута Звучи, 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 натянутой Нервной своею струной Лети, звучи, 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 натянутой Нервной своею струной Лети 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 Открытый Лети бесстрашный Лети Святой Звучи Пробуждаясь от астана В мою жизнь пришла весна Принесла тепло в мой дом Стала так спокойно в нем Я ловлю твой нежный взгляд Чашку кофе протяну Ты посмотришь мне в глаза Я без слов тебя пойму Открывай все окна, Настяш, и пускай весну Знаю, где-то там Ищет он тебя одну Открывай скорее душу Сердце подготовь Этой весной Твою жизнь ведет Любовь Этой весной Этой весной Старушка зима уходить не хочет А мне так хочется весны глоточек Хочется в ясном мое без утра Видеть пушистые облака Разошлись наши пути В небе лечит раны Я теперь это знаю Вкус твоих губ забываю Больше не преследует меня твой день Ожидание весны поет душа Здравствуй, новый день Здравствуй, здравствуй, новый день Здравствуй, каждый новый день Разошлись наши пути Как на него мосты Остались на разных берегах ядости Забывают вновь Евразийские везда Значит, все нормально Ждем тепла Уважаемые судьи Пожалуйста, посовещайтесь Я понимаю, что вам это не характерно Но все-таки Нам необходимо выяснить Чья визитка была лучше Да, мы посовещались И мы решили дать апельсинчик Номеру три Зажигательная веселая песня Скажите мне Есть какие-то вопросы у вас к жюри Есть ли по поводу готовки какие-то замечания Может быть, жюри что-нибудь хочет сказать Как улучшить наши рецепты Скажем так, как ускорить Здесь помогает наша замечательная компания У нас есть чудо-кухонная машина Я просто тестировал в свое время такие машины И работаю в кулинарных школах города Новосибирска И на таких машинах Честно, да, супер Они прям, скажем так, сокращают время приготовления в 10 раз Вот честно, я вам признаюсь Алисей, будь добр, продолжи тему Два совета, чтобы без крови Я просто хочу маленько добавить Не просто ускорить, да, процесс приготовления Еще облегчить Ну что, девушки, стартанете? Все поняли? На счет три начинаем Давайте посчитаем все вместе Раз Два Три Начали с приготовления О, все справились Наталья Пошла картошка А, Сев, я хотел спросить У девушек, ну как, вот первый раз работать на кухонной машине? Скажите мне У меня сейчас такие неземные ощущения Просто вопрос такой Вы сможете так быстро нарезать столь ровные кубики? Нет, я-то смогу У меня просто 13 лет опыт А вы сможете, нет? Скажите Нет, конечно Это гениальная вещь Это зависит от стажа, скажите Девчонки справляются все-таки Никто пошел или что? Да, 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 лицо Картошки кладики же имеют Прям реально Картошки достаточно Да, так получилось Инна, это можно у тебя кусочек? Ну и что? Где аплодисменты? Я не слышал Заканчивайте с окрошкой Тут, я так понимаю, немного осталось А мы в это время выслушаем Нашего замечательного диетолога Который поедает нам Какая же все-таки окрошка из трех представленных Самая полезная? Все зависит от соотношения То есть по большому счету это суп Только летний Не факт У меня есть один знакомый Который делает из этого салата Он наливает полную тарелку себе сметаной Заливает все сметаной А квас может поставить рядом в стакане Запивать Да Можно так делать Поэтому задумана она была как летний суп Холодный летний суп Для того, чтобы жару как бы сбить Да, поэтому холодным Вот то, чем мы заливаем Мы утоляем жажду А сама начинка Она овощная И если мы процентное соотношение Будем соблюдать И не будет мяса Белка и овощей Больше, чем овощей Тогда это будет здорово У меня буквально два вопроса Да, я знаю, что эти замечательные машины Имеют множество насадок И выполняют очень большое количество функций Алексей Есть ли необходимость покупать сразу все насадки? И сколько их здесь вообще может быть? Нет, сразу покупать все насадки Как бы нет необходимости То есть по... В этом фишка условно говоря Да, в этом фишка То есть насадки продаются А теперь, друзья мои Рецепт от шеф-повара Скажи, Артем Твоя самая оригинальная окрошка Из всех, которые ты готовил Ну я уверен, что ты готовил уже Нет, может быть нет Может быть, скажем так Прямо самое оригинальное Еще что-то Но я добавляю различную зелье Мне нравится щавель, допустим Монгольд Это ботва свеклы молодая Она очень и очень полезна И очень внешний вид получается Добавлено Не-не, она фиолетового цвета еще Вот монгольд Да, красный фиолет А так вообще я советовал бы Побольше свежих овощей Которые сочные овощи Допустим, стебель селедерея Он очень хороший интенсивный Ревень Да, именно Вот, они очень полезные Сочные овощи Вот И еще можно, смотрите Чтобы, скажем так Когда мы просто нарезаем все овощи Весь сок сохраняется внутри Пока мы не нажмем зубами на него Он не начнет отдавать А вы можете, скажем так Взять даже тот же самый редис Покатать его, как лайм-лимон Чтобы, скажем так Он начал отдавать вкус А потом начать резать И он тогда уже способствует, скажем Отдаче сока своего Вот, добавить в окрошку И уже Это я даже не задумывался Будет намного ярче Вкус и интереснее Вот и все Слушайте, друзья Не хитрые советы Но какие важные Чтобы достичь максимального вкуса Так, я смотрю Финишировал третий рецепт Да? Ну, в принципе Девочки, могу вам сказать Что перед тем Как вы будете подавать окрошку На стол жюри Еще одно творческое задание И я сейчас начну к нему подготовку Вот здесь у меня На скрытых листочках Есть название песен Которые я кладу на стол жюри Они смотрят Обнюхивают листочки Читают задом наперед Выбирают одну бумажку Переворачивают И читают нам название песни Которые девушки Импровизационно Вместе Споют нам Прямо Сейчас Так, так, так И эта песня Называется Музыка нас связала Да? Это наша песня Отличный выбор Уважаемые жюри Именно так И отстоять делаем Музыка действительно Всех нас здесь связала Позабудь об этом мне Спорт не нужен Никому Не читай Иннотации мне Мама, это не к чему Снова к друзьям Я своим убегаю Что меня тянет сюда Я не знаю Без музыки мне Оставаться надолго Нельзя Спасибо вам Спасибо, девушки Это было здорово Берем свои Зачетные блюда И на стол Жюри Под наши Аплодисменты А сейчас самое прикольное Друзья мои Жюри Выносят свой вердикт Микрофон им вернем И у каждого из них Есть возможность Поставить одному Из конкурсантов Балл за вкус Прошу С кого начнем Тема Ну Ладно Давайте начнем с меня Давайте сегодня Не буду критиковать Скажем Там Плохо Более-менее Такого не будем Сегодня делать Как обычно Потому что Нарезали у нас Нарезала Я бы сказал Кухонная машина Правильно Девчата просто Сегодня справились На ура Они прям Ничего не делали Практически Вот Единственное Они показали Скажем так Различные заправки Виды Компоненты Да Компоновку Ингредиентов Смотрите Ну я для себя Сразу выделил Фаворита Да это номер 3 Потому что Это кисломолочный Айран Это как будто Та самая Ядреная Бабушкина Бабушкина То бишь Квас со сметаной Уже Вот Его нельзя Испортить Понимаете Смотрите Что касается Номера 2 Это Ну ребят Это магазинный Квас Он более сладкий А крошка Получилась сладкая Летом в жару Ну блин Как-то Сладкое Не очень хочется Хочется как-то Немножко Привзбодриться Как говорится Да Вот кисленько Что касается Номера 1 Думал Что маслины Будут лишним Да нет Они не чувствуются Хорошо Да Вот Но Именно яркость вкуса Вот Добавила именно Айран Да Вот поэтому Номер 3 Прошу Алексей Попробовал Все 3 окрошки Окрошка Номер 1 Для меня Подожди Нет не так Доволен 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 Всеми Тремя Окрошками Как-то Но Выделил для себя Как бы Тоже фаворита Номер 1 Для меня Это вообще Новшество Я такого Никогда не пробовал В принципе Это что-то новое Так Номер 2 Да я соглашусь Окрошка сладкая Сладкую окрошку Я вообще в принципе Не люблю Номер 3 Резкая Я вообще в принципе С Айраном Как бы не ем окрошку Я ем окрошку Именно с минеральной водой Да Минеральная вода И уксус То есть Но Она более похожа Именно на эту окрошку Которая Да Резкая По вкусу Единственное Что Окрошку я ем с мясом То есть Здесь есть мясо Здесь колбаса Но несмотря на то Что есть здесь колбаса Номер 3 Мне понравилось больше То есть Более привычный для меня Поэтому я отдаю номер 3 Аплодисменты Дело в том Что рецепторы во рту У нас предательски Отдаются Соли И кислому И все таки Окрошка Отдается у нас В этот вкус Поэтому Да Очень вкусный Номер 3 Но Справедливости Ради Да Я очень хочу Оценить Мясное Которое было Двойное Которое было С языком Да И как диетолог Я дам Свой балл Именно номеру 2 Единственное Я очень хочу Чтобы вы поменяли Квас Номер 2 Получаем Ну что ж Друзья Мы выявили Одного Финалиста Им является Номер 3 Тамара Мы тебя Поздравляем Вот такой Фартук Нашему финалисту И наши Аплодисменты Друзья Ну что ж Друзья На этом мы Заканчиваем К сожалению Борьбу За главный приз Продолжим В следующей программе С вами была Есть идея Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok